Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Standoff 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Pubmobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Всем привет, всем привет, друзья. Меня зовут Максим Шубин. И, наконец-то, я добрался до монтажечки, так сказать, нового ролика про Сенсея из игры Standoff 2. Сегодня будет его история. Ребят, не забываем ставить лайки. Если мы набираем быстренько 250 лайков, то я тут же выпускаю новый ролик по Standoff 2, по очередной истории. И, естественно, мы обсудим, какую именно историю мы будем делать в нашем сообществе, нашего YouTube-канала. И, да, друзья, еще хочу вам порекомендовать мой стримерский YouTube-канал Шубин Стрим. Ребят, заходите, ссылка есть в описании. Буду рад вас там видеть. Я также делаю стримы с вебкой, вы можете увидеть меня, я с вами пообщаться. В общем, заходите, подписывайтесь, ссылка в описании. Итак, друзья мои, Сенсея один из положительных персонажей игры Shadow Fight 2. Он является главным вашим помощником по игре. Сенсея один из главных героев Shadow Fight 2. Он впервые появляется в начале игры и является первым человеком, говорящим с Тенью. Сенсея сопровождает Тень на всем протяжении его долгого путешествия до самих Врат Теней. После закрытия Врат его заменяет Проныра, а за ним еще несколько персонажей. После того, как Тень побеждает Титана и возвращается домой, Сенсея говорит о пепле в воздухе, что является знаком пробуждения вулкана. Он говорит, что мир будет нуждаться в его помощи еще раз, но с армией компаньона. По прошу Сенсея известно, что он был могучим и непобедимым воином. Подобно Тень, которого все боялись и остерегались, однажды в своем странстве он встретил князя, скваченного разбойниками в бою, который был молодой и пока не опытный разбойник Рысь. Разбойник утверждал, что защищает князя, но Сенсея не поверил и в несколько ударов обезоружил и повалил Рысь. Разбойники тут же разбежались, а князь рассказал Сенсею о том, что он узнал, что его солдаты втайне от него обучались запрещенным приемом у Отшельника. Сенсея же сразу заинтересовал некий мастер, и он вместе с князем отправился в город Отшельник. И там Отшельник, встретив его, наслал на него своих учеников, с которыми Сенсея легко справился. После которой состоялась битва между двумя мастерами, из которой Сенсея вышел победителем. После битвы Отшельник признался, что Сигун обещал ему защиту в омен на обучение его воина. А юный боец Рысь был лишь пешкой в банде мощного и весьма опытного гангстера-мясника. Мясник был подкуплен Сигуном и должен был сделать все, чтобы князя больше не было в живых. После этого Сенсея отправился в город, и царствовала преступная банда мясника. Мясник уже поджидал их, и когда они встретились, он сразу же рассказал Сенсею о том, что князь лишь ужас. Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или может не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными элементами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Князь, когда на него напали бандиты лишь, откупался за свою жизнь, тем самым бросая других невинных людей на растерзание разбойников. Мясник также сказал, что он сам не скрывает свою личность, в отличие от князей, и сразу же назвал на сенсея своих детей, которые по виду и характеру были похожи на неких животных. Сенсей быстро разобрался и с преступной бандой, и с самим мясником. Он, после своего поражения мясник, поведал сенсею еще кое-что интересное. Однажды маякая женщина встретила сегуна, затуманивая ему разум, сказав, что на троне должен быть он. Следственная незнакомка рассказала ему про могущественную теневую сферу, и что это оружие будет его власть, если он будет предан ей. Сферу должны забрать, найдем некоторые женщины. И сенсей решил перехватить сферу прямо в порту. Там сенсей встретил пиратскую принцессу Асу, которая рассказала, что наемники уже забрали сферу. К несчастью, она тоже была подкуклена, ведь именно она должна была передать сферу. Асуан назвал на сенсея своих подданных, но он ловко отбил атаку, а после победил и Асу. Принцесса рассказала сенсею, как зовут неизвестную женщину, ее имя вдова, и по словам Асы, вдова лишь использует сегуна для мести князю. Когда-то вдова была влюблена в князя, но он отверг ее, и теперь она полна мести. Вдова хочет править всеми мужчинами, и для этого она использует сферу. Теперь путь сенсей лежал в город, где у власти была вдова. Там его она сразу же встретила, сенсей рассказала ему, что она полюбила князя. Но тут унизил и отверг ее. И с тех пор она обозлилась на весь мужской род. Она любой ценой починит себе любого и начнет сенсея. Адва сразу же напала на него, но сенсей с большими усилиями справился с ней. После победы сенсей решил упокоить вдову, она сразу это поняла, но было уже поздно. Князь опередил сенсея и забрал теневую из сферы. Вдова рассказала, что никогда не видела князя таким диким, он словно зверел. Сюгун пытался остановить его, но безуспешно. Князь посчитал забавным казнить предателя на месте его первого свидания сардовой. Сфера подействовала совсем не так, как обычно. Теперь князь полноправный хозяин сферы, и она превратила его в невероятно жестокого монстра. С помощью сферы он починил себе сюгуна, и тот, по повелению обезумившего князя, хотел расправиться с сенсей. Сенсей пытался остановить князя, но тот в ярости думал, что он хочет забрать его дрон. Все заканчивается тем, что Древний остановил время, чтобы забрать с собой сферу в мир теней, но сенсей перебивает его и спрашивает, кто он? Что за вратами теней? Древний ответил с вами, грядут перемены, человек. А пока спи. Когда ты проснешься, никто не вспомнит о твоем подвиге. Так нужно. Однажды ты все поймешь. Одним из его лучших учеников был день, но он, зазнавшись, ушел в поисках достойного противника. Еще у него был ученик-журавль, но и он ушел от сенсея в другую школу в поисках секретных знаний мании. Последним его учеником-клоском Кенжи, который только начал обучаться обоевым искусствам. Его обучение помешало возвращение тени. Увидев тень, сенсей вновь проверяет его способностью, где же что он не потерял своих навыков, уходит с ним в путешествие, замечательно не забыв про Кенжи. Сенсей поддерживает его до самого конца. Первое, что должен сделать сенсей, объяснить вам, что и как в игре. Он рассказывает, как управлять персонажами, наносить удары, затем он сводит вас с вашим первым противником. После чего дает простые указания, купить оружие, вызвать рысь на поединок и другое. После этого обучение заканчивается игрок в Холлин все выбирать сам. Но сенсей не уходит. Одна из самых главных его задач объявление игроку о получении нового уровня. Также он поясняет, как пополнить энергию и что такое заклинание. И как зачаровать оружие. В втором акте он объясняет смысл новых испытаний. Ну, друзья, на этом у нас все. Надеюсь, вам понравился этот ролик. А если так, то почему бы не поставить лайк, поделиться этим роликом со своими друзьями, подписаться на канал. Также, друзья мои, не забывайте про колокольчик, жмякайте его, подтверждайте это все. И тогда вы будете в курсе всех замутов на этом канале. А вот и победители прошлого конкурса. Итак, друзья, я напоминаю, чтобы стать победителем следующего конкурса, в следующем ролике мне будем написать самый первый комментарий под этим роликом. Либо самый последний комментарий момент монтажа следующего ролика. Либо написать какую-то шутку про меня или про тему этого ролика. Тоже это может попасть в следующий ролик, то есть стать победителем. А также быть самым последним подписанным на мой канал момент монтажа следующего ролика. С вами был Макс Шубин. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok